Ну что ж, сегодня вот такая вот у нас Sega. Наводил, конечно же, но что примечательно, здесь не только Sega, но и Dendy игры, Sega картриджи и еще SD-карта для образов в формате .pin Sega игр. То есть, если здесь посмотреть, здесь это все написано. И плюс еще встроенные игры. Вот с торца, да, у нас 8 бит, 16 бит, Retro Genesis Mix SD, как это называется. Сейчас прямо быстро покажу надписи, что здесь написано на коробке. Ну вот здесь вот написано по поводу microSD-карты, что на заднем торце у нас microSD. microSD, встроенные игры, подключение картриджей, рекомендуемое подключение через AV-кабель. Собственно, AV-кабель, кстати, там тюльпаны, как их называют, да, RSA, RSA, квакольчики. Вот, их три. То есть, это еще и стерео. Сразу скажу, что это аппаратный эмулятор. То есть, это, конечно, эмулятор, но он более аппаратный, чем все остальные. Потому что я выбирал именно по этому принципу. Очень много посмотрел клонов новодела и остановился именно на этой модели, как на самой качественной. Вот посмотрим, достойно ли она себя покажет или нет. По поводу подключения, собственно, к кабелям. Мы подключим так же, как и в обзоре для Dendy. Подключим и к компьютеру, и к UBS Studio. И, ну, чтобы была возможность записать видео с этой консоли. Чтобы была возможность стримить, если вам это необходимо. Мы по этому делу тоже пройдемся. Так, штрих-код на всякий случай показал. Если что, считывайте с экрана. А вот, кстати, наша Dendy тоже слева представлена с картриджем на 500 игр. Вот, по ней отдельный обзор. Я тогда ссылку в описании оставлю под видео. Посмотрите тоже отдельно. Давайте теперь распакуем нашу Sega. Посмотрим, что внутри. Первое открытие, вскрытие. Вскрытие покажет. Вот. Отгибаем. Как всегда, у Retro Genesis коробки, конечно, хорошие. Вот она. Сразу обратите внимание, что консоль, конечно, от оригинальных размеров отличается сильно. Потому что Sega оригинальная, она была под размер коробки. Вот. А здесь миниатюра. Здесь, собственно говоря, три платки должно быть вот так вот внутри. Вот. Поэтому консоль, конечно, сильно меньше. Давайте ее измерим. 14 см по ширине. Вот так вот. И 14 см по высоте. Вот так вот. 14 на 14 получается. Хорошее число 14. Так. Еще момент. В упаковочной таре она весит у нас... Погрешность у нас плюс-минус 1 грамм. 771 вместе с коробкой. Полностью все. Теперь взимем ее из держателя паровонового. И посмотрим, что здесь есть. Модель ZD-01. Ну, то есть ZD-01. Микро-USB. Output. Input. 5 вольт. 1 амбир. Почему-то 5 вольт. Непонятно. Что здесь. Смотрите. Тюльпаны. Аудио левый. И аудио. Вот это правый. Вот это левый. DC-in. Питание. И видео. Соответственно, здесь будет стерео. Это, к сожалению. Кстати, очень хорошо. Потому что на нашей Dendy, которую мы обозревали, тоже 3 выхода. Соответственно, там тоже стерео. Вот. Требования, конечно, к Dendy. Dendy, скорее всего, на капле. Ну, там элементов нет. Там просто капля одна. Такая вот круглая. Как типа, знаете, армовые процессоры ARM. У них тоже все в чипе. Все в соке прямо, непосредственно. Вот. Сейчас вот тоже так делают для удешевления. То есть, там никаких реальных элементов. Там никакой звуковой карты отдельной и так далее. Ничего нет. Все в чипе. И поэтому плохо видно, плохо слышно. Вот. Эта модель не такая. Эта модель тоже. Это эмулятор. Но на плате есть какие-то элементы. Вот. Вот, собственно, TF. Это флешка. А вот здесь вот переключение ON. ON, OP, JN, JP. Ну, это, видимо, Мегакей. Мегакей. Вот. Такие вот дела. Так. Что здесь еще интересного? Ну, собственно, здесь вот видно, что там что-то есть по схематике. Да? Что еще по схематике? Сразу смотрите. Разъем сделан более или менее качественно. Закручен через плату. Винт. Что хорошо. То есть, оно болтаться не будет. Качество сборки очень хорошее, между прочим. Мне нравится пока что. Давайте с этой стороны еще посмотрим, что там есть. Тоже плата. Собственно, это то, что я ожидал увидеть. По кнопкам давайте пройдемся, посмотрим. Рассет нажимается хорошо, качественно. Паула. Паула как бы даже не фиксируется, просто плавает туда-сюда. Плохая кнопка, плохой переключатель. Надеюсь, будет все это дело работать. Индикация включено-выключено. Это очень полезно, потому что здесь нет признака on-off для джойстиков. Джойстики, кстати, тоже плюс, как и у DEN-ти нашей, которая в обзоре была. Джойстики проводные. Потому что есть такое понятие, как input lag. Это когда все вот эти вот замечательные радиовещи немножко запаздывают. Особенно тогда, когда вам это нужно очень быстро что-то нажимать. Они могут тормозить. Видите, я даже не знаю, они из-за гигагерцов, наверное, могут тормозить. Потому что там передача идет на больших гигагерцах. А просто сама вся плата, она не успевает обрабатывать, скорее всего. Теперь взвесим саму консоль. Сама консоль 220 грамм. И давайте теперь попробуем поставить картридж. У нас есть. И посмотреть, насколько кондовый этот разъел. Картридж оригинальный с того времени. С DEN-ти. О, господи, ужас какой. Да, вот с этим огромная проблема. Потому что, во-первых, ход маленький. Ай, не. Прям аж скрипит, вы слышите. Ужас, да? Съем все-таки для картриджей фиговенький здесь. Потому что поставил сейчас DUN-у. Она не запустилась. Выключил. Еще раз вынул, воткнул. Включил. Запустилась. То есть, он разъем как скрипел, так и скрипит. Вот это вот. И, как бы, стрёмно им пользоваться даже, как бы не сломать. То есть, это большой минус на самом деле. С таким скрипом при установке и изъятии картриджа я бы играл только на флешке. То есть, благо, эта консоль позволяет вам экономить деньги. Потому что флеш-картридж для Sega будет стоить нормальный в районе 170 долларов. Вот. А здесь, ну, конечно, понятно, что качество сборки здесь не супер-супер. Вот. Но это стоит, извините, но не 170 долларов. А здесь уже получается из железа все-таки, так или иначе, ни капли, как минимум. Да? Вот. И встроенный эмулятор есть. То есть, вы туда загружаете свои образы. Точно так же, как если бы вы купили флеш-картридж. И точно так же, как если бы вы туда это все загружали. То есть, флеш-картридж вам не нужен вот с таким устройством. Это огромный плюс. То есть, хочется, конечно, поиграть в оригинальные картриджи, если они у вас остались. Но ничего вам не мешает загрузить ту же дюну, вторую, да, на SD-карту. И точно так же наслаждаться, собственно, этой дюной. Вот. И сколько их там, этих ромов. Да дофикище просто в интернете скачивается. Любая игра практически русская, русифицированная. Там на английском, на японском, японский вариант. Там, знаете, как вот, на этих картриджах там нельзя пройти. Потому что босс не убивается. Там на этих и это. Ну вот, пожалуйста, загрузите ром себе. Нормально играйте, сколько влезет. Единственное, что, конечно, здесь сохранений никаких не будет. То есть, она не позволяет сохранять. Тогда как флеш-картридж внутри себя позволяет это делать. Вот. Единственное, что флеш-картридж, конечно, не гарантируется. Там вообще никто не гарантирует совместимости какой-либо. То есть, вот даже вот этот картридж, который у меня на оригинальной консоли, давно-давно запускался. Легко может здесь не запуститься. Но есть некоторые игры, которые чаще всего не запускаются, да. Вот. Просто производитель вам не даст гарантию. Поэтому все-таки точка бирфайла вот эти вот, да. Ромы. Ромы игр. Заливаете на флешку и все. Интересно, флешка до какого размера поддерживается. Надо на пару гигов, наверное, найти SD-карточку все-таки. Потому что сейчас SD-карточки на 128 гигов. Там не знаю. По идее тоже должен увидеть. Тут вот осталось в коробке в нашей. Угу. Проставочки просто вынимаются. Давайте их вынимем. Здесь картонная проставка. Слушайте, вот коробка, конечно, у Letra Genesis качественная достаточно. Так, что здесь есть? Мы видим джойстики. Мы видим адаптер. Мы видим тюльпаны. И мы видим кабель питания от адаптера. Ну, давайте изымем оставшуюся часть. И посмотрим по очереди все. Во-первых, джойстик. Девять, да, получается. Вот так это выглядит. Кнопка Mode есть. Нажимается хорошо. Кнопки нажимаются. Вот эти вот неплохо большие. А маленькие чуть похуже. Крестовина очень высокая. Кнопки я бы не сказал, что высокие. Крестовина высокая пипец. У оригинального джойстика такой фигни не было. Крестовина была утоплена заподлицо. Кнопка Start. Она тоже нажимается хорошо. В целом, наверное, джойстиком можно пользоваться. Теперь давайте посмотрим, сколько они весят. Вместе с проводом 116. 118. Еще раз. Ну, 116, 117. У нас погрешность в 1 грамм. То есть, по идее, 117. Общая средняя. Адаптер модель ADN03A. Так. Угу. Выходное напряжение 5 вольт 1 ампер. Ну, и, соответственно, стандартный разъем. 72 грамма. И тюльпанчики с очень мягким проводом. Ну, достаточно мягким. Мне показалось, что он прям мягенький. 57 грамм. Тестировать я буду подключением к обычному телевизору GVC. Вот. Через тюльпанчики, соответственно. Единственное, что в телевизоре у меня вход моно. Потому что там только одно аудио. Вот. И подключением к компьютеру при помощи HDMI. Вот. HDMI апскейлером мы будем переводить из тюльпанов в HDMI. А вот этой вот замечательной штукой, HDMI Video Capture, мы будем записывать и переводить фактически в компьютер. То есть, у нас сюда входит HDMI. А отсюда... Вот сюда вот мы подключаем компьютер. И вот это вот устройство инициализируется как стандартное устройство без каких-либо драйверов. HDMI апскейлер умеет рефакторить картинку на 720 или 1080. Вот здесь вот переключатель есть. Вот. По USB он питается от компьютера. Здесь вообще даже и питания дополнительного нет. Единственные кабели, данные и все остальное. Вот. Для клона Dendy показала себя эта связка очень хорошо. По звуку и по качеству картинки. Ну и, соответственно, качество картинки я проверю как на обычном телевизоре, который поддерживает и PAL, и NTC, так и на компьютере, соответственно, в UBS Studio. Как минимум, в UBS Studio мы посмотрим. Там все должно завестись точно так же стандартно. Если вас это больше интересует, вы можете также посмотреть видео по поводу клона Dendy. Я ссылочку тогда все-таки под видео оставлю. Если кому-то интересно, длина геймпада, то бишь джойстика, как мы его называем со времен Dendy, даже чуть больше, собственно, чем длина консоли. Это 15,5 где-то. Вот. А высота, ну, от самой низкой части до самой высокой, где-то 7-7,5. Если вам это интересно. Давайте попробуем сейчас установить джойстики. Неплохо воткнулось, вы знаете. Прям мягенько. Прям мягенько. Все-таки здесь пластик, наверное, мягкий. И здесь тоже мягенько. Очень хорошо установилось. Прям мягенько. Теперь подключим тюльпанчики. Посмотрим, не болтаются ли они. Ну, вы знаете, все вполне себе цивильно, я считаю. Сидят хорошо. Вроде плата не шатается. Внутри закреплена, значит, на разъемах. Если их вверх-вниз вот так вот шевелить. Вроде хорошо. Вынимается тоже вполне себе. Теперь адаптер питания попробуем установить. Смотрите. То есть, вот так вот. Вот этими зацепчиками здесь небольшими. Здесь гладенько, а здесь зацепчики. Вот ими вверх. Получается. Ну, как-то не совсем уверенно. Во-первых, не до конца. Сильно не до конца. Вот видно, наверное, да? Вот. Не очень уверенно. Вот с этим разъемом мне не нравится, как все это. Промаркируем сразу адаптер, чтобы потом не забыть, от чего именно этот адаптер и не выкинуть его случайно. Ну, просто такими, знаете, наклеечками для ценников, для автоматов. Для этой SEGA на коробочке указано. Здесь для 8 бит 300 игр. Вот. И 50 игр еще встроено для 16 бит. Вот. Ну, и SD-карта. То есть, вы можете какое угодно количество бинов туда закидать. На японском, на русском, на английском варианте версии игр. Любые, да? И играть сколько влезет. Вот. Но только, пожалуйста, обратите внимание, что Dendy-вские игры, Famicom-овские игры, вот в эту консоль на флешку забросить нельзя. То есть, вы их забросите, но нет, оно, к сожалению, не будет проигрывать. Иначе эта вот консоль была бы вообще универсальной. Да. Только если вы хотите иметь возможность подгружать картриджи, придется покупать все-таки Dendy. Вот. Вот. Потому что я купил 500 в одном. И тут игра намного более интересная. То есть, там, черепашки и всякое такое, да? Вот. А вариантов со встроенной SD-картой для Famicom и для Dendy нет. Так что тут только вариант вот такой. Иначе можно было вообще тип картриджей не покупать. А точно так же, как и здесь, просто обходиться флешкой, забрасывать туда ROM и любых игр игр играть. То есть, это было бы намного удобнее. Вот. Еще у этой консоли, собственно, такие же тюльпаны-выходы. То есть, мы проверяли, здесь все работает. И точно так же это будет работать здесь, в плане записи, стриминга и всего остального. Плюс здесь есть Mega Key. То есть, переключалка такая на разные, да? Там ON, OP, GN, JP. Не знаю, что значит эти обозначения, если знаете, допишите. Вот. А так, в целом, как вариант рассмотреть тоже вот эту вот консоль. Потому что вы, может быть, полностью удовлетворитесь именно вот этим вариантом. И даже это вам не нужно будет покупать. Ну, ссылку я тогда под видео оставлю на обзор вот MixSD вот этого варианта. Друзья, когда будете осуществлять подключение и включение консоли. Первое, вот это подключение, соответственно, тюльпанов и так далее. Ну, в частности, когда будете устанавливать картридж, всегда консоль выключайте. Обратите внимание, вот у нас индикация сейчас не горит. Если мы повернем налево, индикация включается, вот сейчас консоль работает. Соответственно, картридж вставляем или вынимаем только тогда, когда консоль выключена. Не просто Reset вставил и так далее. Нет. Подключаете тюльпаны, вставляете, вынимаете картридж, консоль выключаете, не забываете это делать. А еще, что нужно не забыть сделать, это если вы к телевизору подключаетесь, тюльпанчиками, вы телевизор на всякий случай тоже выключите. То же самое касается и подключения геймпадов, то бишь джойстиков. Выключите консоль, как говорится, береженого Бог бережет. Поэтому лучше выключайте консоль. Это все-таки джойстики не супер пассивные, там тоже есть платы. Если вы на ходу подключаете, выключаете, это нехорошо. А из отличий консоли, что самое сразу бросилось в глаза, это наличие черепашек-ниндзя для восьмибиток. Для восьмибитки из трехсот игр здесь черепашки-ниндзя есть. Если мы берем дэндевскую, ну, то есть клон Дэнди, да, получается, клон Фомикома, клон Дэнди, вот этот новодел, то там черепашек-ниндзя не было. То есть здесь в этой консоли поадекватнее список. Плюс я посмотрел, как идет игра. Игра идет пошустрее, пободрее. То есть явно процессор помощнее, явно получше графика, потому что графика в игре. Черепашки-ниндзя там на сложных сценах, когда много движения вокруг, начинает размазываться картинка самого героя, да, то есть она становится такой прозрачной полосами, такими идет. Здесь такого нету. Здесь все работает поустойчивее. И, в общем, в плане игр именно, вот, по крайней мере в Черепашки мне понравилось играть вот на этой консоли больше. Попробую сейчас установить картридж. Собственно говоря, все работает. Для Дэнди я вам показывал список игр. Давайте тогда перейдем с вами уже к компьютеру. Подключим все наше оборудование, обвязку. Вот эту вот HDMI-ную обвязку. И уже с компьютера я вам покажу и список игр, и для 8, и для 16 бит, и то, насколько все это дело более, ну, как бы сказать, адекватное и хорошо играется. Сможете сравнить тогда с обзором в Дэнди. Для кого-то это будет очень важная информация по поводу системы цветности, то есть по усикам для нашей замечательной Mix-SD. Давайте посмотрим. Вот сейчас мы в цвете в Дюне. Авто. Пау черно-белый. Секам черно-белый. НТС 3.58 цветное. НТС 4.43 черно-белое. Соответственно, мы работаем в НТС 3.58. Теперь по захвату видео с нашей замечательной новодельной Сеги. Я сразу скажу. Значит, производитель мне дважды, вот, Электр Дженезис, дважды не ответил на вопросы, как подключить эту замечательную Сегу к HDMI-монитору. Вот. Они дважды это дело проигнорировали, и отвечать они не собираются, собственно говоря. То есть это не то, что минус, а это прям... Я бы... Знаете, вот если не надо, не покупайте. Но, смотрите, как бы куда... Куби деваться, что называется, да? Деваться-то некуда особо. Вот. Давайте теперь я, значит, финал как бы всего этого, что называется, оглашу по поводу видеозахвата. Значит, смотрите. Вот у нас тюльпаны. Вот такой изи кап стандартный, захватывает, но не в стандартном разрешении. Поэтому это очень грустно, неудобно, и все прочее, и все прочее. Вот такой вот девайс, который везде используется, применяется, и легко его найти, и так далее. Не работает. Вот. У него... У него проблема с входным потоком. То есть входной поток он определить не может. Насколько я понял, подключив вот такой вот девайс, вот такой вот девайс, в режиме AV, вот. Вот эта штука, вот эта штука выдает NTC. Вот. Тогда как ретро-дженезис 8-бит, классическая, тому же ретро-дженезиса, то есть, ну, Dendy, короче говоря, то есть вот такая вот. Вот. Она выдает PAL. Dendy выдает PAL, а вот эта штука выдает NTC. И какая-то там, какая-то там саминка, то ли с RGB, ЦВБС, то ли с самим по себе PAL NTC. Ну, вот PAL NTC я проверю, я получу переходничок. Не будем затягивать обзор, потому что и так это уже длится, ну, там, два месяца, да. Вот. Не будем затягивать обзор. Нужное я допишу тогда в комментарии к видео, просто в описании под видео. Посмотрите, я тогда там новости допишу. Потому что у меня есть подозрение, что если мы сначала переведем вот эти тюльпаны из NTC в PAL, а потом скормим даже вот такой вот штуки, то все будет прекрасно работать. Я это проверю, и уже после тогда допишу в комментарии. Так что смотрите в комментарии, там будет полезный информат. Не в комментарии, а именно в описании к видео. Вот. Вот эта штука захватила прекрасно, прекрасно, прекраснейшим образом, все то, что необходимо. Вот. И самое важное, что оно смогло вывести вот на видеокепче вот такое вот устройство, которое пихается в комп уже, и в OBS Studio просто выбирается это устройство, и звук и видео прекрасно пишутся. Вот эта штука вот с этой консоли, я вам сейчас секрет открываю жуткий просто, потому что вот эта штука не сильно дорогая. Вот. Так что если сможете, дослушайте до конца, там в конце будет как каналу помочь, если сможете каналу помочь, я буду очень спасибо, потому что все это на мои деньги, как бы эти все тесты, кучу бабла просто ушло. Вот. Вот этот девайс принимает по тюльпанчикам, вот, в HDMI выдает, а вот это устройство, собственно говоря, на вход берет HDMI, и в OBS Studio вы все видите, не только в OBS Studio, в LLC там, где вам надо. Вот. Оно прекрасно работает. Значит, смотрите, что еще? Какой еще был тест? Еще был вот такой вот тест, вот такое вот устройство. Это SCART. SCART с поддержкой RGB как раз. Потому что было подозрение, что оно типа не работает из-за ЦВБ с RGB. Вот. Я, значит, это дело проверил. И самое смешное, что с нашей наводильной SEGA на монитор вот это устройство выводило. Но выводило оно, выводив, оно говорило, что NTC. Кстати говоря, как и вот это устройство говорит, что это сигнал NTC. Вот. Оно тоже говорило сигнал NTC. Монитор работал. А вот видеокапча, чтобы на компьютере все это видеть, оно как раз не работало. Вот. Есть подозрение, что вот это видеокапча умеет только PAL. Хотя в ней заявлено NTC тоже. Что оно типа NTC тоже умеет. Насколько я помню. Вот. А может и не заявлено. Может быть, я и ошибаюсь. Вот здесь вот, вот здесь вот, кстати, тоже заявлено и PAL, и NTC, и все дела. Но, слушайте, я не буду углубляться в схематику, потому что реально может такая ситуация быть, что в зависимости от принимающего устройства они пытаются согласовать некоторое количество форматов и стандартов. Поэтому они могут там передавать, подключишь одну, могут там в NTC, подключишь другой в PAL. По идее так может быть. Ну и, соответственно, там, разрешение, герцовка, там, все остальное. Это тоже может влиять. Поэтому здесь мы действуем методом проб и ошибок, скажем так, да. И вот этими методами у нас получилось подобрать с вами сейчас рабочую версию. Рабочая версия самая, самая крутая, самая полезная. Ну, смотрите, короче, я с этим устройством еще попробую. Хотя здесь, смотрите, даже на этом устройстве есть переключение. PAL-NTC. 720-800. Заскарты он с HDMI принимает на HDMI, выводит. То есть, оно там много чего умеет, но вот монитор на ней заработал, вот, а вот это не заработало. Так что мы проверим по поводу PAL-а и по поводу вот этого устройства. Скорее всего, это устройство, и правда, NTC не поддерживает до конца. Вот. Ему нужно в PAL. И, ребят, не верьте, не верьте, ну, как бы идеальным. То есть, смотрите, идеальная какая схема. Вот этот вот. Вот этот девайс. Да? Вот. И вот этот девайс. Вот это идеальная схема, на мой взгляд, того, как надо подключать, если вы хотите стримить и так далее. Это все точно так же растягивается, там, разрешение сделаете, пропорции сохраняются. Фактически, это тот же апскейлер, как и вот этот вот апскейлер. Но для вот этого апскейлера может тоже пригодиться, я, опять же, в описании допишу, может, пригодится переходник NTC PAL, который умеет переконвертировать. И когда я таки его получу, потому что, ну, он там что-то очень долго у меня едет. Ну, как бы, он тоже не очень дорогой, но он просто долго едет, и это ждать просто бесполезно. Вот. А если я поставлю, например, даже вот перед вот этим вот, перед вот этим вот переходником я поставлю еще один переходник NTC в PAL, у меня есть подозрение, что в итоге и вот этот вот переходник тоже заработает, и так же это будет все видно, и так же это везде, грубо говоря, все будет хорошо. Вот. Это я проверю. Вот. Но, как бы, из того, что рекомендую, это вот такую вот связку. Опять же, все ссылки на все вот эти вот устройства отдельно, они будут в описании к этому видео, к этому обзору. То есть, вы просто смотрите описание и видите там всю актуальную информацию. И сразу хочу вас предупредить тоже. Возможно, это сэкономит вам, как обычно. Я же стараюсь вам экономить кучу времени, денег и нервов. И вот я надеюсь, это тоже сэкономит вам кучу времени, денег и нервов. Если вы поищите в интернете, там, может быть, вы нападете на такую вещь, что говорят, что вот в этом чип какой-то используется, чего-то, его надо перепаривать. Тогда это будет все видно на телевизорах, на всех. Там можно будет туда, сюда. Вот это вся эта ерунда. Не верьте, не верьте. Это блогеры, которые любят заниматься перепайкой. Вот. Они и перепаивают не всегда успешно, скажем так. Вот. Даже для себя, даже для обзора. Но так или иначе, перепайкой заниматься не нужно. Проще подобрать и лучше подобрать переходник, потому что это менее инвазивно. Вы, извините за выражение, вмешиваетесь в приставку. Куда-то ее надо будет ему отправить там или ей, да, кто-то там перепаяет. Потом это все придет, заработает или не заработает, неизвестно. Вам в схематику вмешивались, что там еще попортили, а вам не сказали, неизвестно. Поэтому не занимайтесь вот этой ерундой, не занимайтесь перепайками. Любители попаять, они, конечно, свою тему толкают. Что да, да, там, вот, здесь такой какой-то кварц, там, этот. А здесь вот такой кварц, этот, там, и так далее. Все это ерунда. Ребят, вот, переходники вы подобрали. Вот. Вы купили. Вам это обошлось недорого. Вы подключили, и у вас все работает. Если надо через конвертер дополнительно подключили, и у вас это все будет работать. Нужно ли вам там телевизор? Нужно ли вам там старый телевизор? Нужно ли вам там вот эти вот РСА? Вот эти вот тюльпаны? Или там скарт? Вот этот вот и так далее. Все это решается именно переходниками. Поэтому не ведитесь на эту фигню никогда. Иначе, как бы, только себе хуже сделаете, если будете там что-то перепаивать и так далее. Не нужно перепаивать. А производителю отдельный привет и спасибо, что, в кавычках, спасибо за то, что, во-первых, не отвечает нифига на вопросы. Плевать абсолютно на нас с вами, потребителей, этому ретро-дженезису. Вот. Не просто двойка. Кул. Позор. И просто забыть имя ретро-дженезиса. Вот. Полностью. Потому что это просто, ну, просто трэш, труба, ерунда и так далее. Но, с другой стороны, слушайте, они этот продукт из Китая под своим брендом возят. Вот. Поэтому они, видимо, ни хрена и не знают. Им вообще плевать, по-моему, на потребителя. Вот. Абсолютно плевать. Ну, слушайте, как бы, закон жанра куда деться. Протестирую еще один конвертер. По поводу совместимости с Сегой. Вот такой вот конвертер приехал ко мне. Собственно говоря, он работает под Сегу, под нашу. То есть, это еще один конвертер, который под нашу Сегу работает хорошо. Единственное, что у этого конвертера немножко звук слабоват. Насколько я из аудиоразъема, насколько я это смог услышать. И мне кажется, что HDMI тоже звук слабоват. Но ссылка на обзор этого конвертера, опять же, будет тогда под видео в описании к видео, да. Если хотите, отдельно посмотрите по этому или другим конвертерам. А именно в плане совместимости, да, он работает. Он, соответственно, берет сигнал в HDMI, выводит HDMI на компьютер, HDMI на монитор, HDMI на телевизор. Все это работает. Друзья мои, наша Сегу запускает вот такой вот PAL-NTC конвертер, который тоже достаточно дешевый. В связке вот с этим вот апскейлером. То есть, это RCA2 HDMI. Также эта связка работает, а можно подключать в Сегу, она будет работать окей. Если вот просто вот с этим вот переходником тюльпанов в HDMI Сега не запускается, то при использовании вот этого вот переходника, PAL-NTC, Сега запускается и работает. И в режиме PAL, и в режиме NTC вот это устройство все видит и выводит картинку там на монитор, куда вам нужно. Вполне себе хорошо. Друзья, давайте теперь запустим DUNE и послушаем звук на тему того, насколько хорошо эта консоль выводит звук в игре с эмулятора. Мы сейчас находимся на SD-карте. Это ROM, который туда закачан на SD-карту. То есть, поскольку у нас хардварный эмулятор, мы сейчас используем именно функции хардварного эмулятора. Потому что если играть через картридж, это будет совершенно другое здесь. По-другому будет, скажем так, цепь замкнута. Вот, поэтому давайте сейчас проверим возможности внутреннего эмулятора. Насколько хорошо он записывает, насколько хорошо он выводит звук. Я умолкаю и дальше я просто запущу DUNE и прогоню несколько саунд-тестов буквально на одну минуту. Если хотите, можете тогда чуть-чуть перемотать, если вам не интересен тест звука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дюй, the battle for Arrakis. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, давайте проведем тот же тест, только уже с воткнутого в консоль физического картриджа. Субтитры создавал DimaTorzok Думе, the battle for Arrakis. Думе, the battle for Arrakis. Думе, the battle for Arrakis. Список встроенных 16-битных игр. Сд-карту вставляем контактами вниз. И для того, чтобы ее туда установить, прожимаем ногтем до конца. И точно так же, если вам надо ее вынуть, ногтем нажимаете до щелчка и она выезжает, вытаскивается. По поводу использования румов, образов игр, проще говоря, на SD-карточках. Что я вам могу сказать. К сожалению, приставка в плане SD-карточек абсолютно практически неприемлема. Объясню почему. Карточки поддерживаются. Вот у меня 2 гигабайта, 32 гигабайта, 64 гигабайта физически поддерживаются. Даже больше, я думаю, будут поддерживаться. То есть, именно чтение с больших размеров. Единственное, что больше 32 нет смысла покупать, потому что FAT у вас поддерживается. Обычный FAT 16, да, вынулся, он называется FAT. Поддерживается FAT 32, вот, и не поддерживается NTFS, и не поддерживается ExtFAT. Так вот, у обычного FAT ограничение 2 гигабайта как раз, вот, типа под такую SD-карту как раз. Вот, у FAT 32 ограничение 32 гигабайта. В некоторых операционных системах можно делать и большего размера, да, но мы говорим о классическом эталонном поведении, наверное, Windows XP без обновлений. То есть, о том поведении, которое точно будет везде работать, если мы отформатируем. Потом это, там, не будет сюрпризов ни в каких устройствах и так далее. То есть, нам важна стабильность в данном случае. Вот, а значит, чем, собственно говоря, меня эта консоль очень расстроила? Не тем, что она поддерживает SD-карты. Это как раз хорошо, вот. Но для этой консоли больше, чем 2 гигабайта SD-карту приобретать нет смысла. И тут вы спросите, а почему нет смысла? Ну, сразу скажу, если у вас карточка на 32 или 64, как бы она тоже подойдет физически, да. То есть, вы просто отформатируете, если у вас больше 32, вы в менеджере устройств уберите партицию, которая на 64 и сделаете ее там на 30 гигов, потом отформатируете в тот же FAT32, и это все будет нормально работать. Вот. Вот. А какой здесь минус? Минус в этой консоли в том, что вы не сможете взять, загрузить все ромы, которые там проверены и хорошие на SD-карту, и спокойно выбрать из того, что будет запускаться у вас, вот. Потому что ромы представлены там для американского рынка, для европейского рынка и так далее, для японского рынка обычно, да. Вот. Вот. Вы не сможете выбрать таким образом. Просто не сможете это сделать. Вот. Почему не сможете? Потому что в интернете список ромов насчитывает примерно около 20 тысяч ромов, наверное, да. Вот. В общем, смысл в том, что основной костяк проверенных ромов где-то около 2000 игр, 2000 ромов. Ну, плюс-минус, да. Вот. Если все это дело проредить от каких-то повторов и от вариаций, например, оставить только одну американскую или одну европейскую версию, то получается 1100 с лишним, 1120, по-моему, или около того там тоже плюс-минус. Вот. А это замечательная, в кавычках, замечательная консоль при выборе SD-карты, когда вы ее включаете. Она позволяет, она формирует список, и она формирует список максимально из 999 позиций. То есть, 999 – там последнее число. То есть, больше тысячи ромов вы туда, может, и запишите, но в списке они отображаться не будут. И сразу скажу, у этой консоли директории также не поддерживаются. Привет, блин, разработчикам. Они обгадили просто вот всю идею, всю консоль вот этой фигней. Они обгадили вот эту консоль настолько, что ее, ну, хочется выкинуть, короче говоря. Вот. Реально. Потому что вы, даже если проредите, у вас вот все известные на текущий момент игры будут 1200. А вот теперь вопрос. Они вообще хотя бы смотрели на свою же собственную консоль? Они вообще играют в игры-то? Разработчики? Или они не играют? И когда они директору своему представляли вот это дело, они презентацию там какую-то делали, «Ребята, у вас в списке 999, а потом все начинается сначала. И при этом у вас до числа 999 и после числа 999 есть в этом списке пустое пространство. Вот какого фига вы не могли добавить просто туда там 999 плюс и просто продолжить список? Нет, нифига подобного. Вы как, черт побери, программисты не должны закладывать в свое программное обеспечение произвольные ограничения. Это так называется, произвольные ограничения. Они взяли просто, ну, мы сделаем цикл типа от 0 до 999 по поиску файлов. И вот какие файлы туда придут, такие придут. Вот. А почему, блин, не сделать больше? У вас есть место на экране, куда вписать числа. Тысячу можно сделать. Ну, тогда было бы уже там, ну, если вы один знак добавите, этих, ну, хватило бы с лихвой просто один знак добавить. Плюс еще сам список сформирован, ну, просто гигантским шрифтом. То есть, огромные буквы, которые даже названия ромов не помещаются полностью. И в самом конце названия ромов там всегда пишут, какая там европейка, американка там и так далее. Вот. И этого не видно всего. То есть, видно до половины, а дальше не видно. И какой вы выбираете ром сейчас? Американский, европейский, японский? Вы просто не угадаете. И если вы думаете, что когда вы наведете на этот пункт, у вас начнется скроллинг текста, ну, там, слева направо, да, он начнет бежать, как бегущая строка, нифига подобного. Это тоже не реализовано. То есть, вам еще и ромы надо будет тогда переименовывать и делать из них какие-то более компактные варианты. Короче, все, вся эта ерунда сводится к тому, что в итоге использовать это можно только так. Можно ставить на винду эмулятор. В эмуляторе можно выбирать те игры, в которые вы хотите поиграть. Или просто делать обзор игр, которые вы хотели бы поиграть через эмулятор. Вот. А потом нужно только закачивать на SD-карту. Я уж не говорю о том, что нафига они здесь вообще сделали эту SD-карту, когда можно было обычной USB-флешку сюда, разъем поставить, и вы просто тупо флешку втыкаете, и USB-флешкой играете. Нет. Они сделали эти чертовые SD-карты, которые еще хрен там вынешь и хрен там вставишь. Это... Там надо еще помучаться, чтобы вынуть и вставить вот это вот туда. И вот вы будете заниматься вот этим перепихиванием туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда. Блин, да что это за нафиг? Может, тогда все-таки купить тогда флеш-картридж и на флеш-картридж загнать, собственно, все эти игры. Там уже и ключ внутри встроен для того, чтобы играть в разные варианты. Там, типа, потом там ПАУ-НТСИ, все вот эти вот вся поддержка во флеш-картриджах. Ну, хороший флеш-картридж, ребят, стоит дофигища просто. Он там, типа, стоит больше 150 долларов. Ну, ё-моё. И еще не факт, что этот флеш-картридж вот в этом замечательном устройстве, он что, он заработает. Вот так вот. То есть, можно купить за 150 баксов, а потом обнаружить, что это там, ну, за 170 даже. А потом обнаружить, что это нифига здесь не работает. Офигеть можно. Ну, и чего? И что тогда делать с этим совсем? Ну, то есть, это просто... У меня слов нет. Я-то, понимаете, что хотел. Я-то хотел загрузить на SD-карту все ромы, все имиджи, да, все образы, все, собственно говоря, вот эти вот образы игр. Вот. И просто сидеть через их меню навигации, просто листать постранично. И каждую пробовать смотреть. Прямо с приставки. Удобно было бы? Удобно. Так нет же, мне сейчас нужно 30 раз вокруг ноги, обратно в сапоги. Ну, что это за... Ребята, вы делаете консоль. Вы... Я понимаю, что ничего своего. Я понимаю, что все китайское. Я понимаю, что вы не то, что не разрабатывали дизайн, скорее всего, а просто в Китае закупаете это, которое вам штампует вот сюда вот ваш логотипчик. Ну, блин, ребята, ну, нужно же хотя бы хоть как-то в процесс вовлекаться. Ну, хоть что-нибудь вообще делать. Ну, и какой можно сделать из этого вывод? Ну, что конторы просто барыги. Тупые барыги, короче, которые продают вот на отстань, как говорится. Нравятся, типа, пожалуйста. Не нравится? Ну, что? Они что думают, что когда вы все это обнаружите, вы уже купили? И по формальным признакам, типа, оно работает. И там SD-карты работают и так далее. Вот. А по факту все это полная ерунда. Ну, короче, я не буду говорить более жесткое слово. Вот. И смотрите, еще такой момент с SD-картами по опыту эксплуатации. Я вам скажу так. Если вы вставили SD-карту, и она вдруг перестала читаться, вот, то вот именно в этой вот консоли, в кардридбере у вас, например, в компьютере все читается. Чек диска бесполезно делать. Нужно форматировать, переформатировать SD-карту. То есть, там, ну, видимо, FAT32, или там, если 2 гигабайта у вас, то вы можете просто FAT выбрать. Ну, FAT16 он же. Вот. Этого будет вполне достаточно. Нужно переформатировать. И вот после того, то есть, вы скопируете данные с SD-карты, форматируете SD-карту, забрасываете назад, вставляете вот в эту замечательную консоль, и она начинает снова работать. То есть, такое было замечено за этой консолью. То есть, просто имейте в виду, я много времени потратил на то, чтобы понять, в чем, собственно говоря, фишка. Вот. А фишка вот такая вот. Не знаю, что там колбасит, что там с SD-карты делается, грубо говоря, внутри этой консоли такого. Но такие моменты бывают. Ну, и, собственно, что по духу получается? А по духу получается, вместо того, чтобы я насладился играми, причем в формате таком, что вот я снова переоткрываю для себя ретро-игры, я теперь вынужден выбирать каких-то лучших и туда записывать. Или записывать пачками и иметь две там SD-карты, которые переставлять. Ну, понимаете, это служение техники. Это просто, ну, это, короче говоря, не тот дух игрока, который должен быть. Вот, заниматься вот этим переставлением, заниматься вот этими всеми вещами, это напрочь просто убивает как бы птицу в душе, что называется, да? Вот. Поэтому, слушайте, если будете брать, вот подумайте, для вас это как бы окей или не окей? Потому что для меня это просто офигеть как не окей. По поводу флэш-картриджей. Вот, замечательный картридж с тюмой. Вот, мы его берем и меняем вот на такой флэш-картридж. По нему отдельный обзор. Пожалуйста, смотрите. Он убирает этот флэш-картридж. Ну, и не только этот, а вообще флэш-картридж. Это аналог EverDrive. EverDrive – это очень известные флэш-картриджи. Они есть для разных систем, для разных консолей. Это аналог EverDrive, китайский. Он, не сказать, что супер дешевле, нужно EverDrive купить, там, самый простенький, который будет, в принципе, ничем не хуже вот такого вот аналога за ту же цену, за которую продается вот аналог. Но в аналоге там, как, грубо говоря, операционная система достаточно скудная. Если вы будете покупать EverDrive, который будет подороже, покруче, да? Там есть три, по-моему, варианта или четыре даже. Вот. То там, конечно, много функций. Там инстанс-загрузка игры. То есть, прям сразу вы выбираете, она грузится очень-очень быстро. Видимо, чип сам по себе очень быстрый, в который записывается. Вот. И так далее. То есть, у EverDrive есть преимущество, если вы готовы выужить там деньги определенные. Вот. По картриджу отдельно, в описании к видео все это будет, сразу скажу. Значит, картридж, его обязательно иметь. Вот. Он убирает все ограничения игровой консоли, нашей сегодняшней, да? Сергей Новодельный. Он убирает ограничения вот этих вот 999 игр максимум. Здесь есть навигация по директориям, по поддиректориям. И здесь есть всякие разные плюшки, типа автосейвы и так далее. То есть, все это очень-очень здорово выглядит. Я сейчас коротко покажу, как выглядит меню на предмет вот этих вот ограничений, как я распределил. Буквально постараемся уложиться в одну минуту. Для интересующихся, как это все выглядит, выглядит это все вот так. Вот. Давайте я фокус сделаю. И посмотрим, если кому-то будут интересны эти чипы. Батарейка. Потому что игра, которая загрузилась в память картриджа, она может быть запущена очень быстро, просто нажатием кнопки старт. Ну, а поэтому, опять же, отдельно по картриджу в обзоре, да, мы пройдемся. И еще в этом обзоре, что очень важно, что ни в коем случае с этим картриджем не нужно делать. Что я сделал? И почему у меня теперь все вот это дело разобрано? И вы можете подозревать, что что-то пошло не так. Ровно так у меня пошло с картриджем что-то не так. Вот что с ним нельзя делать, смотрите тогда в отдельном обзоре по этому картриджу. А сейчас давайте по менюшечке я вам быстро покажу, собственно, как все это выглядит внутри картриджа. Вот. Сразу скажу, это выглядит как на простеньком эво-драйве. Ну, и как ни на простеньком, тоже там, в принципе, концепция меню одна и та же. Вот. Сейчас по менюшке подскажу, на минутку буквально, и самые основные моменты. Установили картридж, запустили консоль. Это не меню, это список игр. Список игр в обычных директориях. Соответственно, на картридже обычная микро-SD карточка. Вы туда с компьютера записываете в своих директориях или без директорий те игры, которые вам нужны. Вот. Тут продавец уже разместил, вот так вот распределил 0.1, 0.2, да, там всякие игры. Европейские отдельные, американские отдельные, японские отдельные. Вот это вот директория EDMD. Здесь микропрограмма самого картриджа. Вот этот вот файл обязательно должен быть сохранить. И он важен. Значит, почему-то мастер, мастер-систем, видимо, игры, вот, новые игры какие-то выделил, да. Вот. Кстати, вот в этой же директории хранятся ваши сейвы. Если сюда перейти, то здесь вот будут те сейвы, которые мы, тех игр, которые я запускал ранее, да. Вот. Автосейвы происходят, соответственно. Игры загружаются. Например, мы можем там взять любую игру. Ну, вот давайте из какой-нибудь New Games, там, 3 мегабайта игра. Вот. Мы не будем ее запускать. Мы просто сделаем load-only и посмотрим, насколько быстро она загрузится. Сразу скажу, что на 2 мегабайта где-то порядка 9 секунд уходит. Вот. Если вы запускаете другую игру, тогда оно предварительно стирает картридж. Сохраняет. Если она была запущена до этого, он сохраняет состояние. То есть, сейв делает. Потом стирает, обнуляет, скорее всего. А потом читает файл. Вот от момента read file, я думаю, пройдет секунд 12 где-нибудь. Может быть, 13-14. Это 3 мегабайта у нас сейчас грузится. Посмотрим. Вот. Значит, здесь еще есть игры для каких-то других систем. Все, он загрузился. Теперь достаточно нажать на пульте кнопку старт, и вы запустите игру. Точно так же выключили консоль, включили консоль, нажали кнопку старт. И сразу игра запускается. Чем дороже картридж, тем быстрее микросхемы в нем стоят. Дороже и быстрее. Может быть, искусственно занижается. И это понятно, что не оригинальный эвадрайв. Но есть оригинальные эвадрайвы простенькие, по цене такие же. А есть дорогие. Вот в них прямо очень много чего напихано. Вот. Очень много чего. Смотрите. 32X здесь есть игры. Да. Вот. Всякие-всякие-всякие. Вот. Ну, опять же, более подробно. Более подробно. Это вот в отдельном обзоре. Да. По самому картриджу. Который будет... Ссылка на который будет в описании к этому видео. Вот. Здесь всякие вот такого рода. Здесь еще какая-то директория, по-моему, японская была. Почему-то она не отображается. Вот. Тулзы здесь есть. Кодбук с читами, наверное, да. Со всякими кодами. Мультиром. Там, по-моему, до пяти ромов можно в один объединить. Не знаю, зачем это нужно, когда и так можно любой выбрать. И вообще никаких проблем не будет. Вот. Офигенный картридж. Ограничение 999 игр здесь снимается. Потому что, если мы сейчас зайдем, вот я все свои скачанные из интернета положил отдельно. То есть, все остальные директории, кроме директории ОУН, это директории, те, которые продавец отформатировал SD-карту и предоставил. То есть, уже я не стал ничего трогать. Они здесь хорошо отсортированы. Вот. Поэтому я создал директорию ОУН и в нее положил самостоятельно... Вот смотрите, с какой разбивкой. На буковке А, например, все то, что идет... Все игры, которые идут с буковки А, да? Нолик – это все те, кто начинается с какой-то цифры. Вот. Буковка С является исключением. В буковке С три директории. С1, С2, С3. Не поместилось в одну директорию. Потому что очень много файлов. Ограничение 1024, по идее, в одной директории ромов. Но, по факту, по-моему, 1029. И пришлось вот буковку С разделять на три части. Во второй директории С2 лежит все, что связано с Соником. В С1 лежит все, что до Соника было. А в С3 лежит все то, что после Соника было. Смотрите, кстати говоря, достаточно. Три-четыре страницы очень быстро читаются. Очень быстро выводятся. То есть, менюшка очень живая. Намного более живее. Намного живее, чем в самой консоли. Поэтому убираются все ограничения консоли. Единственное, что, когда мы устанавливаем картридж, консоль сразу загружает ром-картриджа. То есть, она не предлагает выбор на внутреннее SD-карта, 16-bit, 8-bit встроенные игры или картридж. Вот это было бы идеально, если бы еще это меню добавили. Тогда можно было бы, например, все время заткнуть картридж. Все время он был бы заткнут. Вы бы выключали-включали консоль. И вы увидели бы меню. Например, вы хотите во встроенной менюшке 8-битку поиграть. А картридж вынимать не надо было бы тогда. А сейчас придется... Ну, как бы производителю, видимо, не очень интересно все это улучшать. Поэтому есть как есть. Вот, собственно говоря, картридж must-have. Берите, смотрите отдельный обзор по нему. Ну, вот, он офигенен и мне очень понравился. Общий вывод. Плюсы консоли. Во-первых, сама консоль. Физические джойстики, которые для детей особенно важны. Потому что детям нравится щупать. Они должны это чувствовать. Не просто в эмуляторе каком-то играть. Ну, если у вас на клавиатуре как бы... Ну, это неудобно. Если только игровые джойстики какие-то вы найдете, которые с эмулятором, как-то их там дружить надо и так далее. Так что физические геймпады это само по себе плюс. Значит, схематика данной консоли отличная. То есть, на текущий момент самое лучшее, которое возможно. То есть, это не капля, это все-таки какие-то там элементы. Оттуда же в плюс можно записать, наверное, качество звука. Вот. Отсутствие HDMI-выхода. Это ни плюс, ни минус. Мы с вами сегодня увидели, как можно это нейтрализовать и как перевести картинку в HDMI. И, конечно, апскейлеры будут справляться плохо. И картинка у них всегда будет размазанная и нечеткая. Для того, чтобы получить картинку лучшую на этой консоли и на любых других уже нужно более дорогое оборудование. Оно уже относится к классу не апскейлеров, а скорее лайн-даблеров. То есть, удвоителей линий. Вот. Без буферизации какой-либо. То есть, просто-напросто, когда у вас картинка там в два раза увеличивается. Вот. И, ну, не в два, а в четыре, да, там в шесть, грубо говоря. Тоже есть такие устройства, которые позволяют, я не помню, до четырех точно раз, по-моему. До шести даже, по-моему, да. Вот. Это лайн-даблеры. Они стоят дороже. И, естественно, там картинка будет, ну, как бы более качественная. Вот. И даже можно использовать связки с апскейлером, например, да, который вам все равно растянет картинку в итоге до стандартных 1980. Вот. Как вариант. То есть, у вас изначально хорошее преобразование происходит в большего размера картинку, а потом уже апскейлинг из этой большей и более качественной картинки, уже апскейлинг до стандартного разрешения. В принципе, такое тоже можно попробовать. И, соответственно, будут лайн-даблеры, будут отдельные обзоры. И ссылки на эти обзоры в описании к видео вы сможете увидеть. Раскрываете описание полностью. Смотрите, что там. Там все релевантное будет. Вот. Значит, звук. Звук хороший, да. Минусы. Это ограничение внутреннего меню. Да. Сама по себе SD-карта внутри. Это плюс. Плюс этой консоли. Неоспоримый. Вот. Если вы там, у вас десяток-пятнадцать игр максимум, вам по зарез, как бы, даже и флеш-картридж не нужен. Вот. Поэтому SD-карта это плюс. Вот. 999 вот этих вот игровых ромов. Это минус. Минус, в частности, то, что внутренняя программа не поддерживает директории. То есть, на SD-карте директории, они просто не видны. Данные из них берутся. Но как таковые директории ничего не объединяется. То есть, даже если вы игры положите в директорию, они будут просто у вас в списке. То есть, список минус, список неудобный. Вот. Ужасно неудобный. Потому что он узкий, он невменяемый. То есть, даже вот с флеш-картриджем сравните, насколько лучше. Да. Могли бы сделать так. Но не занимаются, не хотят. Могли бы довести. Могли бы сделать с идеальной схематикой. Продавать для ценителей, любителей за ту цену, за которую он стоит. С идеальной схематикой. То есть, взять там за эталон, например, Sega. Той правильной ревизии. Единственной правильной ревизии, которая необходима. И сделать, если не так, то еще лучше даже. То есть, просто вот реально. Знаете, все ретро-игроки тогда бы покупали бы вот эти консоли. Просто потому, что они даже лучше, чем оригинальные. Но это, похоже, никому не нужно. У всех немножко, ну, по крайней мере, все это делается русской компанией. По крайней мере, у этой компании мозг, видимо, заточен иначе. Вот. Значит, плюс-минус даем по сигналам. ЦВБС и всяким вот этим вот. То есть, RCA, тюльпаны. Тут у нас, мы выяснили, что не все апскейлеры справляются. Вот. Иногда нужно применять переходники PAL-NTC, например, для того, чтобы что-то подружить. И также мы с вами сегодня выяснили о том, что не все, собственно, даже апскейлеры могут завестись. И это всегда нужно тестировать опытным путем, так сказать, проб и ошибок. Вот. То есть, гарантии поддержки оборудования ни производитель, ни кто-либо не дает. Поэтому в каждом конкретном случае тыкаем, смотрим, получилось, не получилось. Вот. Значит, из минусов тоже. Ну, в присутствии здесь картриджа, а не только SD-карты, это плюс. То есть, возможность поставить свой картридж, это, несомненно, плюс. Иначе консоль можно было бы еще меньше сделать. Вот. Но качество самого, собственно говоря, слота для картриджа поганенькое. Ну, скажем прямо, поганенькое, потому что картридж хрипит, внутри скрипит, что-то такое, все это чувствуется жутко, дешманский пластик и так далее. То есть, общий вывод какой? Консоль годная. Консоль можно играть. Вот. Для тех, кто любит иметь возможность поиграть во все игры, не заморачиваясь, просто выбрав из меню любую абсолютно. Можно подготовить для флеш-картриджа на 32 гигабайтах SD-карту, на которой будут абсолютно все игры. Один раз вы это делаете, а потом забываете, у вас там все от Sega есть. Вообще все. Вот. И кому так нравится, так можно сделать. Вот. В целом, приставка годная. Вот. При использовании дорогих лайн-даблеров может выдавать из себя по RCA тюльпанам хорошую достаточно картинку, уже удобоваримую, да? Не такую, как вот самые дешманские апскейлеры просто делают, да? Ну, или в связке с апскейлером, например, да? Опять же, запись. Запись ваших игр тоже возможна. Поэтому мы прошлись, это тоже плюс. Вот. На компьютер. Поэтому консоль, я считаю, при адекватной цене, скажем так, консоль можно брать. У консоли есть недочеты. Некоторые недочеты крайне серьезные. Компания стопудово могла бы сделать круче, даже круче, чем оригинал. У нее такая возможность есть заказать все это дело. Они же не сами делают. Это все равно все понятно, чье. Ну, китайское, короче говоря, все равно все это дело. Хотя там, по-моему, да и не написано нигде, да? Вот. Но, как бы, можно было бы заказать и элементную базу, и все остальное. Сделать идеально для ретро-игроков прям эталонную вещь, которую по всему миру бы продавали. Реально продавали бы по всему миру, потому что, ну, заморочиться на максимальной совместимости, заморочиться на очень качественной картинке на выходе нескольких вариантов, заморочиться всякими модами, которые люди делали кустарно, а тут это все включить прямо вот в схематику и блюсти, чтобы это везде работало там и так далее. Заморочиться на совместимости, чтобы вообще все игры абсолютно были совместимы. Заморочиться на то, чтобы сделать обновляемую микропрограмму внутри консоли, которую в открытом исходном коде выложить, например, а чтобы любители, опять же, дорабатывали все это бесплатно, без какого-либо просто энтузиаста. Вот. Комитили бы тогда код свой на ревью, это включали бы в основную ветку, делались бы сборки ночные, и вы бы качали бы самую новую прошивку для консоли, которая там теперь запускает еще и вот эту, и вот эту игру, например, и так далее. Это все можно вот таким вот образом сделать, чтобы это жило дальше. Потому что, когда производитель просто делает и забивает на это, это как бы не то, чтобы мертворожденный продукт, но это просто продукт, который, в общем, как-то мертвым грузом лежит. Ну, можно было бы сделать лучше. Ну, вот, но все равно вещь очень хорошая, к покупке я рекомендую. Вот, дополнительные обзоры, связанные, релевантные, пожалуйста, в описании к видео, раскрывайте списочек, смотрите. Так, то есть, все дальнейшее, что будет интересно, все там в описании к видео, в виде апдейтов. Апдейт 1, апдейт 2, апдейт 3 и так далее. Также, помимо апдейтов, очень важные ссылки будут в описании. Кроме релевантных видео, еще будут ссылки. И самая основная из этих ссылок, наверное, это ссылка на Патреон. Я вас очень прошу помогать каналу, потому что без вашей помощи канал существовать не может. И только благодаря вашей помощи и поддержке мы все существуем. Вот, и мы можем отмениваться информацией в этих видео, если что, писать в описании, в комментариях и так далее. Как нужно помочь каналу? Ну, во-первых, стать патроном на Патреоне. Там минимальная цена в 1 доллар. Просто вот, если есть возможность, пожалуйста, помогайте. Если по какой-то причине даже 1 доллар задонатить вы не можете, я вас прошу, просто подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии этому видео, типа, хорошо, отлично, здорово. Ставьте лайк этому видео тоже. И подписка на канал, и лайк сработают, как закладки для вас на Ютубе. Потому что у вас в настройках Ютуба есть два списка. Те каналы, на которые вы подписались, и те видео, которым вы поставили лайк. Вот. И поставив лайк и подписавшись на канал, вы кладете видео и канал себе в закладки фактически. Никакого фуллера с канала вы получать не будете. Потому что оповещения о новых видео на канале отключены. То есть, их не будет оповещений. Вот. Это сделано специально, чтобы вас никак не растражать. Если вы захотите, вы самостоятельно по личной инициативе можете зайти на Ютуб, в эти списки, найти или это видео, и через это видео выйти на всю информацию релевантную, или же канал, и просто посмотреть видео на канале. Когда вам самостоятельно это сделать захочется. Вот. Для патронов на Патреоне, те, кто стал патроном, для патронов на Патреоне эксклюзивный контент, которого нету в открытом доступе нигде, кроме как на Патреоне. Вот. Те самые оповещения о новых выпусках видео, доступных патронам. И возможность прямой связи со мной. Так что патроны на Патреоне имеют некоторые дополнительные плюшки, скажем так, приятные. Вот. Если там надо связаться, что-то обсудить, спросить, пожалуйста, через Патреон пишите, подумаем, обсудим, решим вместе. Вот. Ну, кроме Патреона, там будут еще несколько ссылок, которые... Сервисы подобного рода, типа Патреона. Вот. Если через конкретно Патреон что-то не заводится, тогда можете, если есть возможность, конечно, донатить, донатить через эти сервисы. Я скажу, и подписка, и лайк видео, и донаты. Это все важно. Это все очень важно, потому что я работаю самостоятельно, я работаю за свои деньги, я ни с кем, ни о чем не договариваюсь, ни с какими производителями и так далее. Вот. Я все время хаю, где есть за что хаять, или хвалю, где есть за что хвалить. То есть, я ни с кем не аффилирован, как это говорят. Поэтому выпуски получаются, на мой взгляд, достаточно объективные. А общая моя задача всех обзоров в том, чтобы сэкономить вам время, деньги и нервы. Вот. Это все вместе, это очень важно, потому что можно купить ерунду, потратить время, потом нервы, деньги потратить, выкинуть это все потом. То есть, бесполезно. Вот. То есть, своими обзорами я стараюсь сделать так, чтобы вы покупали только то, что реально стоит покупки по той цене, по которой нужно, эксплуатировали по максимуму. И опять же, до того, как вы совершаете покупку, будь то покупка не очень дорогая, или тем более, если это дорогая покупка, чтобы вы знали все плюсы и минусы, чтобы вы понимали, с чем вы будете иметь дело, с чем вы столкнетесь. То есть, я прохожу весь этот путь для вас заранее, и уже вам выкладываю всю информацию, весь результат, как бы сухой остаток стараюсь вам выкладывать. Сухой остаток уже выкладываю все вот прям, чтобы для вас все это было готово, и прям вот вы решаете, да, вам это нужно, или там нет, это вам не нужно. Друзья, спасибо, что смотрели, спасибо, заранее спасибо за вашу поддержку каналу, будь то донатами, будь то подписками, лайками, за это вам огромнейшая благодарность. В любом случае, и что ж, вам успехов, здоровья самое главное, и удачи. Счастливо! Счастливо! Счастливо!